В новом актовом зале Ильинской школы 26 собрались неравнодушные жители для того, чтобы поддержать своего главу, поговорить о нерешенных проблемах и порадоваться за положительные изменения в городском поселении Ильинский. Здесь оборудована новая пешеходная зона и зона отдыха с прекрасным фонтаном. Живя в поселке, мы прежде всего обращаем внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Поэтому благоустройство является одним из приоритетов в нашей работе. Несмотря на все сложности, мы не отступаем и не останавливаемся на достигнутом. Мы не только поддерживаем в надлежащем состоянии существующие объекты, но и создаем новые. В минувшем году завершены масштабные работы по созданию пешеходной зоны с местами отдыха между улицами Московская и Ленинская. Состоялось торжественное открытие уникального проекта благоустройства, начатого в прошлые годы. В 2015 году была построена площадь Ильиных, от которой и начинается пешеходная зона. Изменения коснулись и улица Опаринская, и территория возле Ильинского водоема. Был расширен внутридворовый проезд, проведен капитальный ремонт внутрипортальных дорог, соединяющих въезд, выезд со двора и улицу Опаринская. Были установлены дополнительные мачты уличного освещения со светодиодными фонарями. В результате двор стал комфортным и уютным. В этом году запланировано комплексное благоустройство двора по адресу улица Опаринская, дом 74. На Ильинском пруду завершены работы по строительству баскетбольной площадки с искусственным покрытием и обустроена пешеходная зона с использованием тротуарной плитки. Поселок Ильинский утопает в зелени, но жители заботятся о будущем поколении, сажают деревья и проводят совместную уборку территории. Была произведена посадка деревьев на территории школы номер 26. Весной сотрудники администрации приняли участие в ежегодных субботниках, проводимых на территории Московской области. Городское поселение Ильинский обслуживает сразу несколько ресурсоснабжающих организаций и управляющей компанией. В 2017 году раменским подразделением Мосуголэнерго был проведен комплекс мероприятий по улучшению качества подачи электроэнергии потребителям. Установлена дополнительная трансформаторная подстанция на улице 8 Маркта, улица Интернациональная, проложены новые кабельные линии и установлены новые опоры к ЛЭПу. В рамках под программой обеспечения комфортной среды проживания в Московской области на территории городского поселения в 2017 году управляющими организациями Ильинская УК и Адамант отремонтировано 40 подъездов в 16 многоквартирных домах. На территории Ильинского поселения расположены две школы и один детский садик. А в конце 2017 года состоялось знаменательное событие. Состоялось торжественное открытие пристройки к школе номер 26 на 900 человек. Это современное четырехэтажное здание. Сложно назвать пристройкой. Это самая настоящая школа, новая. Жители поселка дружат со спортом, а администрация этому способствует. Стадион «Авангард» полностью реконструирован. Великолепное футбольное поле, площадка для большого тенниса, потрясающая беговая дорожка, площадка для бадминтона. Вместе с моим коллективом мы опробовали спортивные объекты, успешно сдав нормы ГТО. В конце года мы успели отремонтировать, успели, всем нам так необходимый спортивный зал. В этом году работы по ремонту стадиона «Авангард» будут продолжены. После обстоятельного отчета жители сдавали главе поселения вопросы. Будет он использоваться по назначению, и я думаю, что вопросов никаких не будет. Прозвучали и критические замечания, которые глава поселения взял на контроль. Но в целом было видно, что жители гордятся своим поселением и слагают стихи. Всем нам дорог поселок Ильинский. Он в сердцах наших будет всегда. С каждым днем он становится краше, и ему не стареть никогда. Здесь стоит обелиск, наша память. Неизменной печали большой, также памятник юбным мальчишкам, опаленной жестокой войной. Знаем мы, что должны быть в ответе за родную частичку земли, и за то, чтобы люди поселка жить счастливей и краше могли. Через горе, беду и потери, через все это вместе пройдем. Мы не зря строим храм нашей веры, вера светлая, завтра свое. Ильинка, Ильинка, частичка России родной, Ты связана общей судьбою с великой, прекрасной страной. Сегодня мы, наверное, увидели и то, что сделано. И нельзя отрицать, что сделано очень многое в поселке Ильинский. Причем я не покрымлю душой, если скажу, что многое, по всех поселениях делается многое. Но вот в поселке Ильинский можно отметить, что здесь делается чуть больше, чем в других поселениях храмского района. И это не потому, что здесь деньги сыпятся с неба на администрацию, которую они не знают, куда девать. Бюджет Ильинский далеко не самый большой среди поселений районского района. Здесь работают те же самые люди. Но здесь есть глава, который заинтересован в том, чтобы территорию, которую он возглавляет, сделать на этой территории все возможное и вложить туда все, что есть, и даже больше, для того, чтобы преображать ту территорию, за которую он несет ответственность. Огромный дом, уютный дом, построила природа, приборная людям в доме дом. Любой и время года для нас цветы, для нас пусты, рабочих из-за небы, хозяин в этом доме ты, и я и без всех, и мы. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина и Алексей Гущин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...